Всем привет! В этом видео обзор новостей за неделю. Если вы хотите получать самые свежие новости из Австралии, то подписывайтесь на наш телеграм-канал «Интересная Австралия». Итак, поехали! Уровень вакцинации от коронавируса по Австралии официально достиг 80% для жителей в возрасте от 16 лет и старше, так сказал премьер-министр Скотт Моррисон. И этот уровень продолжает расти. В то время как в Сиднее ограничения снимаются для полностью вакцинированных жителей, противники вакцинации будут под жесткими ограничениями до достижения 95% вакцинации в штате, либо до 15 декабря. Спустя два года с начала пандемии от коронавируса скончалось 5 миллионов человек, согласно подсчету Университета Джона Хопкинса. Эта цифра равна численности населения Новой Зеландии. Ежедневно умирает 7 тысяч человек. В понедельник Управление терапевтических товаров Австралии заявило, что признает Каваксин индийского производства и вакцину Корви китайского производства. Граждане Китая и Индии, а также других стран нашего региона, где эти вакцины получили широкое распространение, теперь будут считаться полностью вакцинированными при въезде в Австралию. Друзья, я знаю, что тема коронавируса многим порядком надоела, но также многие из вас интересуются, что австралийцы думают обо всем об этом. Если вы хотите более подробное разъяснение, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Согласно последним данным казначейства, в среднем у австралийских налогоплательщиков стало на 870 долларов больше денег в сентябре по сравнению с тем же периодом 2020 года. 11,5 миллионов австралийцев получили в этом году еще 10 миллиардов долларов в результате увеличения 32,5% налоговой планки с 90 тысяч до 120 тысяч долларов. Напомню, что налоговая ставка в Австралии прогрессивная. Пандемия резко увеличила стоимость активов цены на жилье в Австралии. Оно сейчас на 19% выше, чем было до пандемии, и только за июньский квартал цены подскочили более чем на 52 тысячи долларов. Между тем, рост заработной платы в этом году составил всего 1,7% и оставался слабым почти 10 лет. Казначейство прогнозирует, что давление на людей будет усиливаться, а их покупательная способность будет падать. Разрыв между людьми, которые получают доход от активов, как, например, недвижимость, пенсионные дивиденды и акции, и теми, кто получает доход только от своей работы, беспокоят экономистов и налоговых экспертов. Старение населения, большой долг из-за коронавируса – все это послужит толчком к возникновению потребностей в налоговой реформе, а именно введение налога на богатство в Австралии. В Австралии занижен уровень безработицы. В феврале среди трудоспособного населения Австралии, которое сейчас составляет 20 миллионов человек в возрасте от 15 лет и старше, из которых 13 миллионов были трудоустроены, 2,2 миллиона не работали и хотели бы работать, и только из них 800 тысяч квалифицированы как безработные. Это означает, что почти полтора миллиона человек не работали и хотели бы найти работу, но их почему-то не перевели в группу безработные, где они повлияли бы на уровень безработицы в стране. Почему так? Например, вы работаете 1 час в неделю или больше, и это означает, что вы не безработный, вы работаете. Чтобы считаться официально безработным, вы должны активно искать работу и быть готовым немедленно приступить к работе. Если вы готовы приступить к работе, например, через 4 недели, то вы опять не считаетесь безработными. Помимо этого, более 90% из них составляли женщины. Если бы имелся подходящий присмотр за детьми, то они сразу бы приступили к работе. Еще 64 тысячи человек хотели бы работать, но не искали ее по семейным соображениям или по уходу за близкими. 113 тысяч человек хотели бы работать, но были настолько разочарованы в своей неспособности найти работу, что просто перестали искать. Commonwealth Bank, это крупнейший банк Австралии, станет первым австралийским банком, который предложит клиентам возможность покупать, продавать и хранить криптоактивы напрямую через приложение ComBank. Банк установил партнерские отношения с одной из крупнейших в мире регулируемых криптобирж и хранителей криптовалюты Gmini и ведущей фирмой по анализу блокчейна Chinalysis. Оба партнера позволили банку разработать сервис обмена и хранения криптовалюты, который будет предлагаться клиентам через новую функцию в приложении. Пилотный проект начнется в ближайшие недели, и банк намеревается постепенно расширять возможности для большего числа клиентов в 2022 году. Банк предоставит клиентам доступ к 10 выбранным криптоактивам, включая Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Три других крупнейших банка Австралии, ANZ, NAP и Westpac заявили, что пока не собираются следовать примеру Commonwealth Bank. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Интересная Австралия и вы узнаете новости первыми. А на Instagram страничке вас ожидают красивые фото и короткие видео. Ссылка в описании под видео и в конце этого ролика. Вслед за рекордными ценами на газ и минералы, мировые цены на продовольствие достигли нового максимума, превысив уровень июля 2011 года. Объем производства зерновых в мире может достичь исторического максимума на фоне сокращения запасов. Комиссия по справедливому труду постановила, что работникам, собирающим фрукты по изделенному тарифу, должна быть гарантирована минимальная заработная плата в размере 25 долларов 41 центов в час. Многие фермеры отчаянно пытаются найти работников, так как временные резиденты пока не могут попасть в Австралию. Основные бренды продуктов питания Австралии, включая Latina Fresh, Master Food, Mars, McCain, Nestle, Tip Top, Kraft, Kellogg's и Woolworths, обязались к 2025 году не использовать яйца кур, содержащихся в клетках. Это часть реформы австралийского плана, постепенного отказа от содержания кур в клетках к 2036 году. Однако штат Новый Южный Уэлл спросит о переносе плана до 2046 года. На сегодняшний день стоимость яиц кур Free Ranch, это куры, которые не содержатся в клетках, на 20-40% дороже обычных яиц. Авиакомпания Qantas подтвердила бронь более полумиллиона мест за последние две недели, после того, как два крупнейших штата Австралии, Новый Южный Уэллс и Виктория вновь открыли свои границы. Для сравнения, в августе за двухнедельный период было забронировано около 20 тысяч билетов. Количество бронирований в Южной Австралии увеличилось более чем в 6 раз. В Брисбан, Голдкост и Кернс выросло в 10 раз за последние две недели. Спрос на маршрут Qantas из Лондона в Сидней был очень высоким, в то время как распродажа билетов Jetstar превысила 75 тысяч мест за 72 часа. А Qantas Link начнет полеты между Аделаидой и Нью-Каслом, а также между Вага-Вага и Брисбаном в начале следующего года. Новое исследование показало, что всего 2% большого барьерного рифа избежали обесцвечивания за последние 30 лет, поскольку глобальное потепление увеличивает частоту и интенсивность экстремальных климатических явлений. Исследование университета Джеймса Кука началось в 1998 году, во время регистрации первого обесцвечивания. Оно произошло в самом жарком году за всю историю наблюдений. К слову, некоторые наши партнеры, австралийские университеты, предлагают программы Marine Science, это изучение океана и рифа в частности. Это очень увлекательная программа обучения, а также интересная и хорошо оплачиваемая работа. Исследователи из штата Куинсланд возглавят проект по созданию плана национальной программы контроля рака кожи. В Австралии уже есть национальная программа мониторинга на рак груди, шейки матки и кишечника, но нет программы на меланому. Исследователи будут использовать 3D-сканеры для визуализации всего тела, которые создадут трехмерный аватар каждого пациента, чтобы отслеживать и обнаруживать изменения пятен на коже. В течение следующих пяти лет космонавты будут выращивать овощи на Луне с помощью технологий, которые были разработаны австралийскими учеными. Ученые из Университета Южного Куинсланда разрабатывают искусственный интеллект для астронавтов, которые будут использовать их от Луны до Марса для выращивания собственных свежих продуктов. Их миссия – разработать программное обеспечение для сельскохозяйственных технологий, которые будут использовать датчики для обнаружения раннего стресса у растений, выращиваемых на борту космических полетов. Выращивание овощей на Луне считается лучшим вариантом для кормления космонавтов, поскольку другие технологии, а также 3D-печать продуктов питания пока неосуществимы. Проект включает в себя создание крупной наземной лаборатории в Тувумбе, которая находится всего в 100 километрах от Брисбана. Однако робот-садовник пока не будет похож на человека, ну, по крайней мере, в обозримом будущем. Очень сложно запрограммировать робота с искусственным интеллектом, чтобы он вел себя как человек и двигался как человек. Поэтому он больше похож на серию лучей и руку. Университет Южного Куинсленда – это крупнейший региональный университет, расположенный рядом со строящимся карантинным хабом. Мы можем помочь вам в зачислении на интересной и перспективной программы университета. А если вы хотите переехать в Австралию, то обращайтесь к нашему партнеру, лицензированному иммиграционному агенту, и вы сможете разработать понятную стратегию переезда. Если вы желаете сделать все самостоятельно, то, пожалуйста, заходите на наш сайт kiwiedication.ru. Мы собрали для вас всю необходимую информацию о переезде и жизни в Австралии. Также вы можете приехать на учебу в Австралию, повысить вашу квалификацию и параллельно работать. Обращайтесь к нам, студентам мы помогаем бесплатно. Подписывайтесь на новостной канал в Телеграме и страничку в Инстаграме. Спасибо за просмотр. Удачи! Друзья, каждую неделю на канале по вторникам видео о профессиях в Австралии, в среду образование в Австралии, в четверг интересные Австралии, в пятницу новости и миграции, а в воскресенье мы подводим итог главных событий за неделю. Самые свежие новости на канале Телеграм, а короткие видео на страничке в Инстаграме. Подписывайтесь и поддержите лайком. Субтитры создавал DimaTorzok